Масленица, чтобы не погасла! В СД организовали катание на буранах, бананах и лошадях. Гостей привечали, угощали и удивляли. Порозенка, порода и венгерская мангалица объявили главным призом праздника. Что тут началось? Для участия в поросячьих бегах выставили четырехмесячных свинок из хозяйства Абдулиных. Отбирали настоящих спринтеров, совершенно верно. Самых ловких, самых шустрых поросят. Мы их сегодня утром только покормили, в обед мы их не кормили. Специально, чтобы они были более у нас прыткие, более шустрые. Раз, два, три! Поросячий бега в России с времен Ивана Грозного немного подзабыли, конечно, это экзотическое соревнование, но теперь мы свидетели момента, когда возрождается эта традиция в Тобольском районе. Люди азартные делали ставки на тотализаторе. 200 рублей, 150 рублей в плюсе. Очень резвый поросенок был, поэтому поставили как бы на него. Он сразу понравился нам. Но чтобы получить приз, надо было победить в конкурсе «Поймать поросенка». Наблюдала за этой свинкой, я смотрю, что эти живчики, они очень даже спортивные животные. Сноровка, я думаю, скорость. Упал сверху, поймал. Блины на празднике тоже были и с припеком, и с подпеком, но после Масленичной недели удивить этим лакомством было трудно. Самый большой ассортимент привезли мастерицы из Ермакова. Смотрите, какие замечательные. Карамелью пропитанные, на свекольном соке сделанные. Команда Нацинского дома культуры приехала на праздник со своим самоваром и даже со своей Масленицей. Это наша кукла Масленица Прощайкови Духа. За это время нам всем надоело сидеть дома, болеть, и поэтому мы решили сделать в этом году вот такую Масленицу. Называется она Прощайкови Духа. Праздник на то и праздник, чтобы забыться и пустить в душу радость. И кажется, людям это удалось. Масленица завершается Прощенным Воскресением. В традициях этого дня просить друг у друга прощения. И я, дорогие зрители, прошу вас прощения. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова